Я считаю, что на спектакле нужно ходить не на ось, а четко зная программу, четко зная сюжет и, естественно, актеров. То есть активные – это очень хорошие зрители, которые тебя заряжают энергией, и эту энергию ты отдаешь опять зрителям же, опять же этим зрителям, и они уходят в восторге. А негативные – немножко тормозишь, тормоз такой небольшой. Какой можно дать совет зрителю, как правильно смотреть, как и путешествовать? Искренне. Смотреть нужно искренне, не спать, думать именно о том, что смотришь. Не разговаривать по телефону, не разговаривать с соседом, а сидеть и вникать в суть. То есть, если человек в телефоне пропускает часть спектакля, то он уже теряет большие возможности. Ну, он вообще просто, я не понимаю, зачем он сюда пришел. Его место в буфете. Меняются ощущения от спектакля к спектаклю, ведь вы сыграли уже более десяти раз. Ощущения. Начинаешь чувствовать себя более уверенно. Происходит накопление внутреннее. Как насчет удовольствия? Удовольствие всегда большое у меня. Весь проект вызывает во мне бурю удовольствия, потому что выделяя те или иные сцены, получается оставить в тени другое. Я не разбиваю на сцену, воспринимается как... Как по ощущениям? Как меняется вообще спектакль от раза к разу? От раза к разу. Есть ли какая-то определенная схема, вектор или все это так? Спектакль так здорово поставлен с самого начала, что практически ничего не меняется. И какие ваши ожидания от сегодняшнего вечера, конкретно? Ожидание, чтобы зритель вышел после спектакля на улицу воодушевленный, одухотворенный, окрыленный, удовлетворенный. Здравствуйте, здравствуйте. Ребята, ну... Как меняются ощущения у спектакля от раза к разу? Вот все время меняются. Каждый раз. Сначала одно ощущение, потом второе. На третий раз второе ощущение, второе. А на четвертый уже третье. Третий, да. Как-то так? Так именно все, да. Середование происходит. Какая-то такая цепь неожиданностей. Какие у вас ожидания от сегодняшнего спектакля? Ну, как от второго? Или как от первого? Нет, больше как от первого, но чуть-чуть от второго. Хорошо, и капельку третьего. Ну, возможно, четвертый, но не знаю, наплывет или нет. Алена. Да. Какое ваше ожидание от сегодняшнего спектакля? Ожидание от сегодняшнего спектакля. Я ожидаю, что сегодня будет все на высшем уровне. Потому что новое пространство, новые люди, новые лица, новое, новое, новое все. А что у ваших ощущений? Как меняется спектакль от раза к разу и ваша роль? Если вспомнить, у меня на первом спектакле я была совсем другой. Сейчас, сейчас это другая Оксана. С каждым разом я чему-то учусь. Перевоплощаюсь как и я, так и Оксана. То есть мы с ней вообще в тандеме. Я уже даже не разделяю. Не разделяю. Нет, не знаю, что. Нет, в общем, мы растем, мы развиваемся. И я сейчас, конечно, очень волнуюсь, потому что все по-новому. И мне хочется, чтобы все получилось. И я верю, что все получится. И ура! Что сказала? Как меняются ощущения от спектакля в спектакль? Они не меняются, все прекрасно. Улучшается? Спектакль? Да. Я не могу сказать, что улучшается. Как он видоизменяется, на наш взгляд? Он живет. Он живет своей жизнью. Долгих лет спектакля, путешествия. Долгих лет. Какие ваши ожидания от сегодняшнего спектакля, от сегодняшнего видео? Ну, я не живу ожиданиями. У меня вот сейчас мне хорошо и все. А что будет после спектакля, будет еще лучше. Живем настоящим моментом. Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Приходите еще. Мои ощущения от спектакля, что он, безусловно, меняется. Некоторые актеры считают, что все остается так же. Но на самом деле идет качественное изменение. На мой взгляд, все становится гораздо лучше. Актеры играют лучше. Роли у них усваиваются. Они с ними соединяются в некотором смысле. Будет происходить обновление саундтрека. Планирую в следующем году все переписать с полностью живыми инструментами. И дополнить весь саундтрек. Происходят периодически режиссерские находки. Мы вместе общаемся, креативим. И каждый раз, каждый спектакль появляются новые какие-то звуковые моменты. Вот, например, есть один небезызвестный момент юмористический, в котором молодой человек покупает цветы. Вот, в данном случае, опять написана музыка специально для этого момента. И вы ее можете слышать в спектакле. То есть каждый раз идет обновление. То есть зритель, который был у нас, например, 10 спектаклей назад, сейчас, придя на спектакль, он увидит совершенно новую постановку. То есть она в себе сохранила все лучшее. И в ней добавилось больше сочности, больше спецэффектов, больше звуковых эффектов. И больше актерской игры. Вот так. Ждем вас на спектакле путешествия. Приходите, будем рады.